Многие страны, включая Испанию, предлагали большие суммы за решение проблемы долготы, а в 1714 году также поступило правительство Великобритании. В этом году был принят акт долготы, в котором объявлялась награда в 20 тысяч фунтов за успешный метод определения долготы на море, а также учреждалась комиссия для оценки предложений. Многие конструкторы часов включились в гонку за этой наградой, пытаясь выработать такие принципы и механизмы, чтобы обеспечить надежное хранение эталонного времени. Продолжение следует... 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 на выигрыш премии Долготы, установленной британским правительством в 1714 году. В 1730-м Харрисон разработал проект морских часов и поехал в Лондон в поисках счастья. Он показал свою идею Эдмонду Галлею, и тот направил его к Джорджу Грэму, лучшему изготовителю часов на тот момент. Грэм был настолько впечатлен работой Харрисона, что ссудил ему свои личные средства на создание модели часов. Строительство первых морских часов заняло 5 лет. Королевское общество сочло эти часы достойными морских испытаний, впервые со времени опубликования акта Долготы. В 1736-м часы H1 были испытаны при путешествии в Лиссабон и показали себя очень хорошо на обратном пути, в отличие от проверявшего их шкипера, который ошибся в своих расчетах на 60 миль. Совет выделил Харрисону 500 фунтов на продолжение работы и он занялся второй версией часов – H2. Через 5 лет H2 были готовы, но Британия в тот момент находилась в состоянии войны с Испанией и морские испытания пришлось отложить. Тут Харрисон вдруг понял, что в механизме содержится конструкционная ошибка, которую невозможно исправить. Совет выделил ему еще 500 фунтов на третью версию – H3, над которой он провел еще 17 лет, пока не убедился, что в такой конструкции не получится добиться требуемой точности. Решение пришло в 1750-х с версией H4, которая была исполнена в форме карманных часов, правда диаметром 13 см. Как ни странно, миниатюризация механизма позволила решить все беспокоившие конструктора проблемы. Во время второго испытания часов с участием Невилла Маскелайна они показали ошибку в 39 секунд, что на долготе Барбадоса означало погрешность всего 16 километров. Метод определения положения Луны, который продвигал сам Маскелайн, дал ошибку в 48 километров, но в отличие от часов требовал серьезной вычислительной работы. В 1765 году Совет отдал часы Маскелайну с целью дальнейших проверок – на кону стояла премия в 10 тысяч фунтов. К сожалению, к тому моменту Маскелайн был уже назначен королевским астрономом, став членом этого Совета. В конкуренцию двух методов определения долготы вмешался личный интерес человека, продвигавшего один из этих методов. Маскелайн сделал доклад, что H4 накапливает ошибку, поэтому непригодны для использования. Так, несмотря на успешно проведенные испытания, H4 была отказана в премии. Харрисон принялся работать над H5, пока тестировались H4, понимая, что с ним обошлись несправедливо, что его часы стали заложниками у Совета. После трех лет работы он чувствовал себя очень больным и использованным джентльменами, от которых ожидал лучшего обращения. Но тут Харрисону помогла уже приобретенная им к тому моменту слава отличного мастера часов. Он попросил аудиенции у короля Георга III, которому к тому моменту порядком надоела бюрократия Совета. Король проверил часы H5 сам во дворце и после десяти недель наблюдений в июне 1772 года обнаружил, что их ошибка составляла всего треть секунды в день. Георг посоветовал Харрисону отправить петицию в парламент, а сам пригрозил явиться туда лично и устроить скандал, если они не примут решение. И вот в 1773 году 80-летний больной старик Джон Харрисон по решению парламента получил таки причитавшееся ему вознаграждение в размере 8750 фунтов. Однако официально эта премия не являлась премией долготы, которую в конце концов так никому и не присудили. Харрисон умер через три года очень богатым, но совершенно разочаровавшимся в людях стариком. Но приключения H4 на море продолжались. В 1769 году перед отправлением в кругосветное путешествие капитан Джеймс Кук получил копию H4 под названием K-1 от Ларкума Кендалла. Скопировать часы в то время само по себе было нетривиальным занятиям. Кук остался в полном восторге от часов, которые позволили ему очень точно определять координаты береговых линий Австралии, Новой Зеландии и островов в Тихом океане. Как только было освоено производство относительно дешевых хронометров, в навигации начался бум метода определения долготы по часам. Исследовательские суда начали оснащать большим количеством разных хронометров, чтобы точно наносить береговые линии. Так, например, на Бигле, на котором путешествовал Чарльз Дарвин с 1831 по 1836 годы, было 22 хронометра. Метод определения долготы по таблицам движения Луны стал терять популярность и Гриневической обсерватории пришлось адаптироваться под новую цель – проверку точности хронометров, включая их нагревание, которое осуществлялось под помещением Большого экваториального телескопа и служило для моделирования тропического климата. Испытание хронометров стало очень научным и прибыльным делом, а весь XIX век – периодом интенсивной конкуренции среди производителей этих устройств. Первый сигнал точного времени был транслирован с крыши домика Флемстеда в 1833 году. Сигнал подавался и подается до сих пор в 13.00, потому что ровно в полдень астрономы могут быть заняты проверкой часов при проходе солнцем небесного меридиана. В 12.55 шар поднимают до половины мачты – это сигнал готовности навигаторам судов на Темзе и в лондонских доках. За две минуты до полного часа шар поднимают на самый верх мачты, чтобы уронить его оттуда ровно в 13.00. Этот сигнал помогает капитанам судов, отправляющихся в плавание, сверить свои хронометры, которые начали широко использоваться с 1830 года. Во второй четверти 19 века начала стремительно развиваться коммуникация, что привело к необходимости стандартизованного времени. Особенно от нестандартного времени страдали железные дороги, почта и телеграфные агентства. Пассажир поезда «Лондон-Ливерпуль» должен был переводить часы на 12 минут назад по прибытии. Для путешественника это была не самая большая проблема, но она становилась сущим кошмаром для железнодорожных компаний. После выставки 1851 года седьмой королевский астроном Джордж Биддл Эйри нанял часовых дел мастера Чарльза Шефферда, чтобы дать обсерватории электрическую систему, которая бы показывала время на нескольких циферблатах внутри обсерватории и на большом снаружи для публики. Система Шефферда также транслировала сигналы точного времени на железнодорожную станцию Льюис Хэм по телеграфу. К 1900 году были введены часовые пояса, время в которых устанавливалось в зависимости от Гринвичского среднего времени, что представляло собой среднее солнечное время на меридиане Королевской обсерватории Гринвича. Система отсчета времени от Гринвичского просуществовала до 1972 года, когда ее заменили более точным универсальным временем на основе атомных часов. Гринвичского просуществует еще раз в Субтитры создавал DimaTorzok